Всем привет! Добро пожаловать ко мне в гости в новое парфюмерное видео, которое создано, конечно же, в преддверии долгожданного Нового Года, которого мы все так ждем. Кто-то ждет, кто-то не ждет. Ну, в общем, я жду Новый Год. Для меня это действительно огромный праздник, повод встретиться с друзьями, близкими, отдохнуть как следует, правильно? Поесть волю, выпить, да? Может быть, даже просто сока. Ну, в общем, к чему это я? Сегодняшнее видео будет посвящено особенным ароматам, которые мы одеваем не по каждому случаю, и эти ароматы с алкогольными нотами. Хочу наперед, как бы это сказать, что за слово наперед. Хочу сказать, что, например, я не люблю абсолютно все алкогольные ароматы. Например, нота красного вина, либо водки. У меня был с водкой аромат, это старая версия Аквадиджио от Джорджио Армани. Ну, в общем, как-то там на эти ноты на мне не раскрываются и звучат довольно-таки плоско, либо дешево, что касается водки, да? Ну, не освежающей, но как-то, ну вот спиртом, да? Либо, что касается ноты вина, она на мне кислит. А вы все знаете, что я по своей сущности люблю более сладкие, сладко-фруктово-ванильные, девичьи, комплиментарные парфюмерные композиции. Ну, и тем более, так как я являюсь водителем автотранспортного средства иногда сейчас, то мне не хотелось бы, чтобы были какие-то инциденты, да? Чтобы думали, что от меня пахнет выпивкой, либо перегаром. А некоторые особенно нишевые парфюмерные композиции на такое способны. Значит, что, и еще, да, преддверие. Если что-то вам не нравится, моя болтовня, то, пожалуйста, перематывайтесь вперед. Ну, я просто не могу сказать, потому что наверняка мне поступят сейчас разнообразные комментарии, что с лицом, что я делаю со своим лицом. Я никогда от вас не скрываю. Конечно же, вы можете видеть, что у меня с губами что-то не то на сегодняшний момент. Но это лишь результат того, что вчера я посетила салон красоты, сделала уход за лицом, мне оформили брови, наконец-то, да, с помощью воска. Ну, основная цель визита в салон красоты была коррекция губ, потому что первый раз я делала более чем полтора года назад, и мне этого хватило и даже еще осталось. Поэтому в этот раз всего лишь 0,5 милика будет спрашивать, какое средство, вот, можете сами посмотреть. То есть мне там в карточку вклеили и себе как памятку оставили. Ну, вот такой вот. Ну, я думаю, те, кто так же балуется с губками, как и я, прекрасно знают это средство как одно из самых лучших себя зарекомендовавших. То есть, ну, то есть, тоже я изучаю перед тем, как что-то сделать, отзывы. Ну, в общем, вы все поняли. Скорректировала брови, чуть-чуть припухлила губки как раз перед Новым годом. Скоро вот этот вот отек излишний и все, да, что сопровождается вот это довольно-таки травматичное для губ манипуляции. Все пройдет, да. Ну, мне же видео надо снимать, я же не могу ждать там неделю. Ну, и тем более со стороны на себя посмотреть. Так что любим себя, балуем себя парфюмерией, балуем себя косметическими процедурами, вкусной едой. В общем, ну, вы все меня поняли, да. Перед Новым годом хочется прихорошиться. А теперь давайте перейдем к основной теме нашего разговора. То есть, аромат там, к ароматам с алкогольными нотами. И прям первым-первым-первым парфюмом в этом обзоре я хочу отметить и вам показать вот такую парфюмерную композицию, похоже тоже на какую-то пилюлю, да. Я думаю, про этот аромат уже многие из вас позабыли. А ведь зря это творение известнейшего парфюмера Альберта Марильеса, между прочим, Каролина Эрера, 212 VIP. Это любимый аромат от этой марки. Вот туфельки мне, ну, вообще никак не зашли. Итак, о чем эта парфюмерная композиция? Это свежий сладкий парфюм. Да, тут такой вот парадокс. Он вроде такой очень сексуальный. И манки, и сладости в нем достаточно. Но при этом он свежий. И звучит он невероятно благородно. Потому что в составе аромата, как заявлен, так и чувствуется очень красивый ром. Прям вот такой вот из бочки. Прям с такой сладостью. Прям с таким вот ароматным привкусом, как будто ты вдыхаешь. Но тут ноты рома так красиво и искусно обыграно, что, как бы сказать, алкашка, это, ну, как сказать, да и не пахнет. Даже очень дорогой и самый выдержанный. Потому что здесь ромовые ноты очень плотно сосуд... Соседствует с фруктовыми, собственно, это составляющими тропическими нотами, такими как маракуйя. Да все еще это в обрамлении красивейших, нежнейших, при этом густых белых цветов. Но, собственно, я здесь очень хорошо чувствую свою любимую гордыню. Конечно, все это на подложке ванили. Ваниль не кондизерская, она такая парфюмерная. Ни капли химии не чувствую в этом аромате. Для меня он натуральный-натуральный. Такой вот белоцветочный, пряный, чуть-чуть алкогольный, чуть-чуть тропическо-ванильный, сладковатый и свежий, и манкий. Ну, не знаю, если вы мне вспомните этот аромат, если вы еще не продали его, вот я его держу на своей полочке, наверное, не знаю, лет 7, а то и 8 уже. К чести, кстати, парфюмерная композиция вообще не портится, и к чести аромата, да, и меня, который хранит это в темном месте, в темном шкафчике. Ну, тут вот смотрите, не знаю, будет ли вам виден. Остаток тут от 50 мл, по-моему, я покупала 50 мл. Тут полфлакончика осталось, и этот парфюм, который я одевала на свадьбу своего сына. Это тоже было довольно-таки давно, поэтому это как бы определенный якорь. И тот аромат, который я одеваю по особым случаям, даже при всем обилии нишевых парфюмерных композиций, которые у меня есть в шкафчике. Ну, вот люблю я его. Вот такой душевный, теплый, при этом собирающий комплименты, не кричащий, при этом достаточно вот такой вот плотный, чтобы создать вокруг вас. Это самое облако, такое кокона, да, приятного, женственного, симпатичного аромата. Ну, в общем, скажем так. Поставим ее сюда и перейдем к следующей парфюмерной композиции. А следующие это парфюмы, которые посвящены ноте шампанского. С нотой шампанского у меня две парфюмерных композиции, которые я люблю буквально одинаково, да, хотя звучат они немножечко по-разному. И первый парфюм, который я хочу представить вашему вниманию, это не очень дорогая парфюмерия, при этом невероятно качественная, соткана из-за великолепнейших ингредиентов. Это бронсиноним. Я думаю, многие из вас знакомы. Если кто не знаком, наименование аромата я оставлю в инфобоксе. Можете посмотреть, загуглить, что да как, посмотреть обзоры. Ну, из этой марки у меня, наверное, ароматов 7 либо 8 есть, вот там вот в шкафчике стоят. Очень удобно, потому что флакончики сами небольшие, ароматы очень концентрированные, концентрация экстракт-де-парфа стоят довольно-таки недорого. Мне нравится, что это можно носить в сумочке. Но самое главное, что мне нравится, сочетание цена-качество, потому что ароматы действительно великолепные. Они славятся своей стойкостью, своим прекрасным шлейфом и действительно шикарнейшим раскрытием. Итак, о чем это я говорю? Это Альман 01. Многие не знают, как это прочитать. Альман. Альман 01 экстракт-де-парфа. Заинтересует, опять же, заходите, заглядывайте в инфобокс и смотрите, да, о чем эта парфюмерная композиция. Я ее сегодня с утра уже распыляла. Тут прям с носика пахнет. Распылю себе, вот только посмотрите, какое нежнейшее распыление. Ой, ну о чем эта парфюмерная композиция? Это холодное, буквально ледяное шампанское с пузырьками. Причем шампанское не блюд, а оно вот такое полусладкое. Очень дорогое, да, вот по своему ароматному букету. Может быть даже это просека, да, вот. Который вообще просека, оно дешевле, чем шампанское. Настоящее, это у нас в России, как блогеры раскрутили просека. Мне больше нравится настоящее, дорогое, выдержанное шампанское, да. Все-таки шампанское тоже к винам относится, но это другое что-то. Это праздник, как сам напиток праздник, так и сам аромат праздник. Потому что шампанское здесь обрамлено нотами сладкого такого, но с кислинкой абрикоса. И создается такое праздничное ощущение, как будто бы эти чудесные абрикосы буквально тонут в шампанском. И это непростая парфюмерная композиция, несмотря на такие вот, как бы сказать, фривольные игривые ноты. Потому что обрамляют ее довольно-таки дорогие компоненты, такие как махагонии и сорта черной древесины. Для меня этот парфюм звучит, знаете, и ванильно где-то, хоть ваниль не заявлено. И немножечко колка, как будто бы альдегидно. Ну вот альдегиды тоже тут не заявлены, но альдегиды, они придают такого немножечко пудрового, пузырькового звучания. Такого радостного, как будто бы вот лопаются пузырьки в газированном напитке. В данном случае это не газированный напиток, а это настоящее полусладкое шампанское. Он такой и цветочный, и фруктовый, и что-то есть здесь такое десертное. Но на самом деле здесь действительно есть десертная гурманская составляющая, такая как взбитые сливки. Очень красиво, очень празднично, девичьи, да. Это аромат, который поможет вам скинуть лет 10, да, если вы после там 35 лет и старше в возрасте находитесь. А девушке придать такого какого-то необыкновенного шарма молоденькой девушке, 17-18 лет. И вот там, скажем, как сейчас молодежь считается, до 27-28 лет. Вот, и он такой и легкий, и летящий, и воздушный, и приятный, и соблазнительный. Мужчинам действительно эта парфюмерная композиция очень и очень нравится. И самое главное, что этот парфюм не отдает какими-то дешевыми алкогольными нотами, ни спиртом, ни вином, ни чем-то таким. А вот именно это в совокупности сочетание своих нот, аромат праздник. Вот так вот создается аромат праздник, аромат торжество. И я думаю, что вот буквально к 12 часам ночи, часа икс нового года, как будет хорошо и приятно ороситься даже за общим столом, несколькими пшиками этой чудесной парфюмерной композиции. И добавить себе еще радости, и добавить себе еще больше праздника, да, и даже уюта, и каких-то таких незабываемых впечатлений с помощью такого вот шикарного аромата. Альман 01, Альман называется, а то многие прочитать не могут, а что это, да. Дальше, с чего бы начать? Ну, вот вы знаете, что я еще также являюсь поклонницей творений Тома нашего Форда. Не всех, но много у меня есть. И Том Форд является поклонником дорогих алкогольных нот, которые он добавляет во многие свои парфюмерные композиции. Ну, давайте с вами начнем с бестселлера марки. Кстати, одного из бестселлеров, конечно же, ну там что ни аромат практически выходит у Тома Форда, то бестселлер. Это бархатная орхидея Velvet Orchid Tom Ford. У меня есть и золотая парфюма орхидея, и черная, более такая минорная, да. Но самое-самое-самое такое праздничное звучание для меня, и носибельное в том числе, это у бархатной орхидеи Том Форд. Сколько у меня тут полфлакончика осталось? Это уже, наверное, третий флакон в моей коллекции. У меня и тридцаточки были. Ну вот, приходится, знаете, как-то вот так вот беречь. Давно не пользовалась, но я тоже знаю, что ароматы Том Форда, они вообще не подвержены порче, очень качественные. Сейчас набрызгаем, и я вам скажу, чем это пахнет. Но я уже, естественно, знаю, чем это будет пахнуть. Это тоже празднично, это очень вечернее. Как буквально вот такой вот сиреневый фиолетовый флакончик его. Прям аромат вечер. И самые, конечно же, стартовые ноты здесь будут ром. А ром здесь тоже очень дорогой, бочковой, но более густой, чем в аромате Каролина Эрера 212 ВИП. Потому что мед здесь обрамлен еще такими сладкими, очень сладкими, даже немножко липковатыми нотами, такими как мед. Очень красиво, да? В общем, замшевые тут можно тоже аккорды услышать, что придает тоже густоты и богатство парфюмерной композиции. Ну, конечно же, фантазийная фирменная Том Фордовская орхидея. Кстати, в этой парфюмерной композиции, насколько я помню, даже почули не заявлены. Поэтому подвалами, какими-то грибами здесь, которым многим отдает черная орхидея, здесь абсолютно и не пахнет, и не веет. Очень много цветов, и белых цветов, и других цветов от орхидеи. Это какой цветок? Ну, в общем, много разнообразных цветов на основном фоне орхидеи, рома. Ну, и также это не настолько приторный аромат, насколько может показаться из пирамиды, потому что, ну, по-моему, может быть описание, поскольку тут еще и зарядную роль от начала до конца на раскрытии парфюмерной композиции играют цитрусовые ноты. Разнообразные цитрусы, мед. Но вот мед и ром, и орхидея играют основную здесь скрипку. Ну, да, вот эти вот три ноты делают этот аромат и сладким, и томным, и манким, и женственным, и очень-очень таким сексуальным. Ну, и, конечно же, в первую очередь приятным и невероятно вечерним. Ну, что я говорю, невероятно вечерний, но кто будет спорить со мной, ну, вот он такой вот и есть. Невероятно вечерний, ни больше, ни меньше. И еще одно творение Тома Форда, это уже такой ликерный аромат, я думаю, многие его знают, многие его любят, так же, как и я. Это Lost Cherry, Lost Cherry Том Форд. Здесь парфюмерная композиция тоже сладкая, ванильная, миндальная, вишневая. Здесь заявлено даже два вида вишни, черная вишня, представляете, черная вишня, она такая сладкая, она такая вот прям даже с терпкостью уже, она такая сочная, обычная вишня, которая придает кислинку, ореховость, конечно же, которая достигается благодаря миндальности, ну, бальзамы, бальзамы, которыми все это закручено, замучено, да, так, что просто с головой в омут кидаешься в этот аромат, ты хочешь чувствовать его от себя постоянно и постоянно, и люди очень любят чувствовать аромат. Но, что касается алкогольных нот, они тут очень филигранно вплетены. Здесь вишневый ликер, вишневый ликер, такое женское лакомство, женщина любит. Никакого амаретта с этой горькой вишневой косточкой вы не услышите. Я, правда, амаретта, помню по запаху с лихих 90-х, да, когда, помните, амаретта, такое дешевое в ларьках продавалось, когда еще алкоголь продавали в этих ларьках обычных, да, где сейчас, сейчас у нас ларьков-то не осталось, где раньше шоколадки были, все, и всякое такое, да, газировки, и стояли вот эти вот амаретта дешевые ликеры, потом вот эти вот спирты какие-то по литру, сангрии, да, вот. Я помню этот запах, он дешевый, он такой вот цианидный действительно, да, у амаретта нет, а здесь не амаретта, здесь какой-то дорогой, богатый, изысканный, натуральный вишневый ликер. И миндаль. И миндаль здесь не цианидный, он тут благодаря сладости, ванильности, фруктовости, вишневости вписан как-то вот так вот, что, вот знаете, ну, просто нос не оторвать. Ну, и, конечно же, здесь великолепнейшая корица и другие такие гурманские специи в составе очень вкусно. И закроет нашу подборку тоже так бестселлер молекулярных ароматов. Это бренд Zarka Parfum и молекула Pink. Молекула, собственно, 0,90-0,9, только она содержит тоже ноту розового шампанского. Может быть, шампанское здесь и обыкновенное, но у меня этот аромат ассоциируется именно с розовым игристым шампанским. Он такой вот наивный, немножечко детский парфюм. Его лучше всего, ну, многие подметили и я, носить именно либо в летнее время, да, тогда он освежает, бодрит, поднимает настроение. Великолепно по щелчку, тадам, да, либо на Новый год. Особенно, если вы молодая и юная девушка. Просто, да, вы не хотите никого удушить каким-то тяжелым вечерним запахом, каким-то, знаете, типа Шанель Коко обычный, ну, классический, да, мадемуазель-то, да, он тоже девичий парфюм. Либо что-то такое, вот знаете, с гвоздикой, лангом, тяжелое, которое будет давить и на вас в этот прекрасный день, и вечер, и на окружающих. Нет, вот я думаю, у многих есть вот это 090-09, великолепная, веселая молекула, розовое шампанское, пузырьки. Опять же, фруктовые ноты, тут что-то персики заявлено. Я тут слышу, например, белые персики, да, конечно же, терпкости и немножко такой нишевой странности парфюмерной композиции в раскрытии придает черная бузина. Ну и, конечно же, она добавляет и вливает в этот аромат такие страстные мотивы, которые путем распрыскивания парфюмерной композиции мы переносим на себя, да, и на окружающих. И при этом он очень милый, миловидный парфюм, симпатичный, девичий, очень приятный, довольно-таки стойкий. Благодаря древесным нотам, а, собственно, там махагонии, он ближе к базе больше становится древесным. Шампанское из аромата довольно-таки быстро выветривается и остаются такие вот больше древесно-кисленькие акценты. Тогда как вот если сравнить с альманом, да, вот это веселое, дорогое шампанское просека, да, остается в этом аромате от начала до конца. Ну и также, как это, могу сказать, экстракт-де-парфан, на мне он держится намного дольше, чем вот эта вот розовая молекула. Ну розовая молекула – это, да, аромат-поливашка, аромат, как бы сказать, ситуация, аромат сию секунда, да, вот так вот политься, им почувствовать парфюмерную композицию от себя. Ой, ну и через там полчаса, может быть, час и забыть. Ну, ароматом можно, тут 100 мл, по-моему, меньше объема не бывает, можно орошаться бесконечно просто. Все, мои хорошие, надеюсь, это видео вам понравилось, было познавательным, развлекательным. Пишите про свои любимые алкогольные ароматы, я знаю их великое множество, но далеко не все я могу на себе носить. Ну и вообще, да, имею в коллекции алкогольные парфюмы, но как-то, ну, наверное, пока еще больше приобретать на эту тему ароматов не хочу, потому что немножечко не моя тема, вот все, что именно мое, вы смогли увидеть, забыла, да, поставить сюда, вы смогли увидеть, ни много ни мало, 5 ароматных композиций с различным раскрытием, с различным звучанием, с различным настроением, но все они так или иначе подходят для встречи Нового года, если вы любите такое парфюмерное направление. Все, закрываюсь, пока-пока, всех целую и до скорых новых встреч, еще увидимся!